У меня дома всегда была проблема с ножами. Половина из них была пригодна только для намазывания масла, а другая половина тупилась буквально через неделю. Если я случайно вспоминал, что нужно купить еще один нож, то ни один представленный в супермаркете экземпляр мне не нравился. То рукоятка с заусенницами, то выглядит не так, так и перебивался тем, что есть дома, не обновляя ножи годами, пока не увидел посты кузнеца Георгия на одном популярном сайте. Георгий делает ножи, которые довольно сильно отличаются от тех, что можно увидеть в магазинах. Обычные кухонные ножи, ножи для шеф-поваров, походные и даже японские танто, произведенные в его мастерской, делают из стали различных сортов, включая дамасскую сталь. А рукоятки могут включать в себя самые неожиданные материалы, начиная от карельской березы и заканчивая сосновыми шишками и зубом мамонта. Увидев его творение, я решил заказать у него обычный нож с моей гравировкой. Но о нем я расскажу во второй половине ролика. А сейчас рассказ о ноже танто обливион. Танто это японский нож, который издревле использовали воины и самураи в качестве вспомогательного оружия для добивания врагов или харакири. Позже его стали использовать как оружие для самозащиты люди различных профессий. А со временем танто было признано национальным культурным достоянием Японии. Первый этап производства танто начинается с подготовки клинка. На бланке из незакаленной дамасской стали лазером отмечаются контуры будущего ножа, которые затем вырезаются болгаркой. С помощью угломеры выставляются размеры, чтобы все поверхности бланка были перпендикулярны. После этого следует контуровка бланка, то есть заготовке придается запроектированная форма, а затем шлифовка, потому как незакаленный металл проще поддается этой процедуре. Следующий этап термообработка. Перед тем, как заготовка попадет в печь, ее упаковывают в фольгу для препятствия доступа кислорода, потому что это чревато выгоранием углерода и других химических элементов. Затем следует закалка стали в струе сжатого воздуха. При быстром охлаждении сталь набирает твердость. После этого заготовки помещают в печь для отпуска. Это делается для получения более высокой пластичности и снижения хрупкости лезвия при сохранении нужного уровня прочности. Теперь настала очередь деталей для гарды и проставок. Их делают из макумы. Это композиционный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор. Кусок макумы фрезеруют, отпиливают болгаркой детали, после чего следует контуровка и шлифовка гарды и проставок. Детали подгоняют клинку с помощью надфилей, прогревая время от времени макумы. Затем идет обработка устья ножен и гарды, а также предварительная шлифовка поверхностей. Перед монтажом гарда нагревается для проявления рисунка макумы. На следующем этапе следует изготовление проставок из рога буйвола на рукоять ножа и ножен. На отпиленной проставке следует разметка отверстия, сверление, растачивание надфилями и шлифовка в размер рукояти. Затем следует очередь композитного бруска для рукояти. Идет разметка по высоте и посередине бруска. Сверлится отверстие, которое подгоняется пилкой под хвостовик. Изготовление ножен начинается так же, как и для рукояти, с проставок из рога буйвола. На отпиленной проставке следует разметка отверстия, сверление и растачивание надфилями. Затем на бруске для ножен делаются разметки. Теперь достаются бланки из печи для отпуска, на которых видны цвета побежалости. Чтобы убрать их, нужна шлифовка плоской стороны клинка. Затем идет снятие вогнутых спусков и выведение режущей кромки с многократной проверкой. Редактор субтитров А.Семкин После этого заготовку поворачивают в нужное положение и устанавливают прижимную пластину для слесарки плоского кончика клинка. Затем следует слесарка фальш-лезвие. Следующий этап – фрезеровка ножен по абрису от сканированного клинка. Но мы вернемся к рукояти. За это время обе ее половины были склеены. В отверстие заливается эпоксидка, в нее вставляется лезвие с проставкой из рога буйвола и гардой из макумы. Это все фиксируется в струбцинах. Теперь вернемся к ножнам. В каждую половинку ножен вклеиваются кусочки кожи для мягкой фиксации ножа. Затем половинки склеиваются и так же как на рукояти к ней эпоксидкой приклеиваются проставка и гарда. Это все тоже фиксируется в струбцинах. Пока рукоятка и ножны сохнут в струбцинах, для них изготавливаются тыльники, которые позже будут к ним приклеены. После того, как детали рукояти и ножен готовы, заготовки шлифуют. Кстати, для рукояти была использована шишка с семенами, застывшая в эпоксидной смоле. А для ножен бивень мамонта, также стабилизированный эпоксидной смолой. Продолжение следует... В проставку ножен и рукояти также вставляется декоративный элемент – мозаичный пин. После чего продолжается шлифовка комплекта на средней и мелкой абразивной ленте. Затем следует полировка на финишном абразиве. За это время комплект проходит 9 стадий абразивности – от самой грубой до самой мелкой. И на последнем этапе клинок моют, обезжиривают и окунают в кислоту для травления. Это нужно для проявления на лезвии неповторимого рисунка дамасской стали. Танто Обливион готов. А теперь рассказ про шеф-нож. Из листа стали вырезается бланк ножа. В нем сверлят отверстия. Заготовку нагревают в печи, после чего идет ковка и закалка в масле. Бланк помещают в печь для отпуска при температуре 200 градусов, чтобы сталь приобрела упругость. После отпуска в печи с заготовки снимают окалины и делают разметку режущей кромки для удобства слесарки. Затем клинок обрабатывают на шлифовальном станке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Следующий этап – обработка накладок для рукоятки. Для этого брусок из эпоксидки распиливают пополам и в накладках сверлят монтажные отверстия. Торцы ручек рукоятки шлифуют на грубых, а затем на мелких абразивах, потому что после склейки эта поверхность будет недоступна для обработки. Затем накладки крепятся пинами на клинке и склеиваются двухкомпонентным эпоксидным клеем с фиксацией на струбцинах. После этого следует обработка рукояти. Стачиваются излишки пинов, в рукояти придаются контуры, идет скругление граней рукояти различными абразивами на шлифовальной машинке и финальная полировка на мелких абразивах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...